Ровно 76 лет назад на всей территории Ершовского поселения велись ожесточенные бои за столицу. Здесь, ценой героических усилий бойцов 5-й армии Западного фронта и Народного ополчения, фашисты были остановлены. Советская армия одержала первую победу, развеяв тем самым миф о непобедимости войск вермахта. Около двух тысяч бойцов и командиров похоронены в поселении в многочисленных братских могилах. Останки погибших здесь находят и по сей день. Так, в этом году, благодаря поисковому отряду «Китиш» в окрестностях деревни Кезмина, обнаружили останки четырех красноармейцев. Работы проходили в очень сложные условия. Была практически такая же погода, как сейчас. Плюс два градуса, шел снег, большое обводнение, руки моментально отмерзали, но тем не менее бойцы были подняты достойно, согласно методике и всем моральным и научным принципам. Останки воинов захоронили в братской могиле у Иршовского храма Живоначальной Троицы с соблюдением всех воинских почестей и христианских традиций. Мы им благодарны. Благодарны им и благодарны Богу, который вдохновил их, дал им силы, дал им стремление к тому, чтобы, если отдать свою жизнь, то за други свои. Это настоящая христианская традиция и к настоящему христианская смерть. Продолжилась вахта памяти у Мемориала «Слава воинам России». Там состоялся молодежный флешмоб, посвященный 76-й годовщине битвы под Москвой. В нем приняли участие не только жители Иршовского поселения. К памятной акции присоединились представители мото-клуба «Ночные волки» Звенигорода. У меня в семье отец воевал, участник войны и дед все. Поэтому мы горды, что мы россияне. И хотим, чтобы наша молодежь следовала по стопам наших геройских дедов, отцов, сестер, братьев. Еще одним важным событием вахты памяти стала церемония передачи медали «За отвагу» семьи Александра Кармалина. Этой медалью он посмертно награжден в 43-м году за то, что под огнем противника 10 раз восстанавливал телефонную связь. Красноармеец погиб на Керченском полуострове в звании старшего сержанта. И только спустя 74 года награда нашла своего героя. Военный комиссариат одной из своих главных целей и задачей считает не призыв в армию ваших детей, внуков, молодых людей, которые здесь сидят. А главная задача военного комиссариата – это сохранение боевой эмоциональной готовности государства, чтобы не получилось у нас, чтобы до Москвы дошли, враги все захотят. И сохранение и уковечивание памяти погибших, умерших защитников Отечества. Естественно, оказание помощи ветеранам вооруженных сил Великой Отечественной войны, членам их семей. Вот это главная задача военного комиссариата. Музыкальный подарок семье погибшего воина прозвучал от дипломанта и лауреата российских международных конкурсов Сергея Сушко. Нет в России семьи такой, где-то не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. А завершилась вахта памяти творческой встречи с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.